Восемь утра на земле Лебруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Коркмазов и Светлана Шаганова. Тещи бывшими не бывают. Инструкция по управлению бывшим зятем. Как детям получить пособие по потере кормильца при живом отце? Пенсионеры, будьте осторожны, вам впаривают бесполезную защиту от коронавируса. Начинаем, поехали. Но вначале мы узнаем полезную весть. Весть от нашего информационного партнера. Агрокомбинат «Южный» приглашает на работу овощеводов. Обязанности – уход за растениями и сбор овощной продукции. Оплата труда – сдельная, среднемесячная заработная плата – 27 тысяч рублей. График – с 8 до 17 часов. Образование среднее полное. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Гарантированы социальные льготы, выплаты по выслуге лет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться в департамент управления персоналом по телефонам. 8-988-910-1040, 7-5050 и 7-55-82. К нам обратились телезрительницы, которые просят помочь выбить алименты от отцов детей. И мы пригласили очень полезного гостя Иду Нирову. Она старший инспектор отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска, реализации имущества должников. Старший лейтенант внутренней службы управления, Федеральная служба судебных приставов по республике. Сегодня мы узнаем, как бывшая теща может выбить у бывшего зятя все до копейки. И даже душу бывшего зятя можно очень выгодно использовать. Сначала узнаем, сколько в Карачаево-Черкесии должников по алиментам. На начало июня текущего года на исполнении в структурных подразделениях судебных приставов управления находилось 1437 исполнительных производств, что на 30 исполнительных производств меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Окончено и прекращено всего в службе судебных приставов 400 исполнительных производств. Из них 489 исполнительных производств направлено на удержание заработной платы или иного дохода должника. Ида Нирова рассказала нам, что предусмотрено законом, если образовался долг по алиментам. Самыми действенными мерами принудительного исполнения являются временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, это временное ограничение в праве управления транспортным средством, это арест имущества должника. Если у бывшего мужа нет ни кола, ни двора, ни зарплаты, то как взыскать с него алименты? И как рассчитать сумму алиментов? Ну, в любом случае, избежать ответственности от уплаты никак не получится. В таком случае, если должник не работает, официального дохода не имеет, и на учете в центре занятности не состоит, не принимает никаких мер по уплате алиментов и содержании своих несовершеннолетних детей, в таком случае судебный пристав-исполнитель производит расчет алиментов, исходя из среднемесячной заработной платы на территории Российской Федерации. В службе судебных приставов сообщили, что бывшие жены имеют полное право контролировать ход исполнительного производства. Если пострадавшей стороне кажется, что судебный пристав как-то душой болеет за неплательщика алиментов, то можно применить все законные права контроля. Сторона исполнительного производства, взыскатель имеет полное право ознакомиться с материалами исполнительного производства, делать выписки, снимать копии, а также обращаться с жалобой к начальнику отдела, если не согласен с исполнительными действиями судебного пристава-исполнителя. А сейчас очень важная информация. Если бывшей жене некогда ходить к судебным приставам и контролировать взыскание алиментов, в бой может вступить бывшая теща должника. И для этого нужно не свидетельство о расторжении брака, а очень простая бумага. Конечно, если доверенность оформлена надлежащим образом, в соответствии с законодательством. У бывшей жены и бывшей тещи есть законное право выгодно использовать душу должника. Нежелающего кормить детей отца можно по документам отправить почти на тот свет и получать пособие по потере кормильца. И это очень выгодно. В том случае, если местонахождение должника и его имущество не установлено, то судебный пристав-исполнитель объявляет должника в исполнительный розыск. Но в том случае, если результаты розыска не дали никаких результатов по местонахождению должника в течение одного года, то судебный пристав по розыску информирует взыскателя о результатах исполнительно-розыскных мероприятий и разъясняет ему право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно-отсутствующим. В том случае, если должник признан безвестно-отсутствующим, то у сторон возникают определенные последствия. Для должника это невозможность трудоустроиться, получить кредит в банке или совершать сделки с имуществом. А для взыскателя это возможность получать социальные выплаты на ребенка, которые соразмерны с выплатами по потере кормильца. Итак, бывшие жены и бывшие тещи, не сидите сложа рук. Вы имеете полное право контролировать работу судебного пристава. Если вам кажется, что от отца детей нечего взять, кроме анализов, то вы ошибаетесь. Пособие по потере кормильца при живом отце – это венец внутрисемейной борьбы за счастье детей. Удачи всем! И еще мы хотим дать полезный совет барышням Карачаева Черкесии. Если у вас появился ухажер, то обязательно зайдите на сайт службы судебных приставов. Там можно увидеть все долги поклонника и даже его долги по алиментам. После такой полезной информации у любви будет конец без горьких слез. У нас сегодня полезные советы пенсионера. Некоторые банки Карачаева Черкесии при оформлении кредитов паривают страховки от коронавируса. При этом кредитные специалисты нагнетают страх и говорят, что страховка защитит. Но о бесполезности этих страховок заявила Генеральная прокуратура России, потому что в страховках такие замудренные условия, что никаких компенсаций никто не получит. С выводами Генеральной прокуратуры согласен и Центральный банк России. При впаривании пенсионерам страховок от коронавируса им заботливым голосом сообщают, что будет звонить доктор. Такие доктора от страховых компаний бедным пенсионерам начнут впаривать чудо-таблетки от всех болезней. И одна пенсионерка в Карачаевой Черкесии, связавшись с заботливыми мошенниками, отдала им 900 тысяч рублей. А теперь ни скидок, ни таблеток. И денег тоже нет. Сейчас мы спустимся на берег Кубани и покажем кошек и собак, которые дружат друг с другом. С пушистыми друзьями общалась Светлана Шаганова. Светлана Шаганова Собачка лает и очень хочет сама рассказать, в какую беду она попала. Но собачий язык мы не понимаем. И все душещипательные истории рассказывает хозяин приюта. Его нашли в районе центрального нашего парка. Обратилась неравнодушная женщина. На глазах детей, на детской площадке эту собаку избивал мужчина. То есть взял палку и начал ее бить по спине. Два раза попал. Был поврежден глаз. Собачку мы тоже простабилизировали, вылечили. Но собака на данный момент нам не доверяет. То есть мы в вольер заходим с осторожностью. Потому что собака из-за травмы, то, что ей причинил человек, сейчас проявляет агрессию. Анар – ангел-хранитель этих животных. Он как доктор Айболит, спешит к едва выжившим животным. Лечит вот таких беззащитных кошек и собак. Выхаживает их. Здесь не просто приют. Своеобразный госпиталь для животных. Но чтобы содержать их и тем более лечить, нужны средства и немалые. Фондов специальных нет. И приходится рассчитывать на помощь неравнодушных людей. Очень многие люди не понимают, что ты спасаешь собак, кошек, зачем вы их вообще лечите. Это существа, которые должны жить на улице. Но это все неправильно. Потому что животные, кошки, собаки должны жить с человеком. И они нуждаются именно в человеческой помощи. На пожертвования Анар купил дачный участок. Установил вольер и одним словом создал уют для кошек и собак. В живописном дворике очень комфортно. В каждом кустике встретишь забавную кису. Жанет прячется от солнышка. А кто-то решил пообедать. Здесь у кошек два домика. Вот чистый блок. В нем все стерильно. Так называемая зеленая зона. В холодильнике молочные продукты, необходимые лекарства, вакцины. У нас есть кормящая собака, кошки. То есть они питаются у нас молочными продуктами. Дальше у нас тут есть вакцинации. Мы животных вакцинируем. Вот собачьи вакцинации, кошачьи вакцинации. Ежегодная вакцинация у нас как бы обязательно. Вот щенячьи вакцины, сыворотки. Все это как бы мы животных стерилизуем, вакцинируем и пристраиваем в добрые руки. То есть люди могут не бояться, когда у нас берут животных, потому что у нас все как бы в таком... Животные уже здоровые. Да, животные у нас здоровые. Хозяин старается, чтобы меню у животных было разнообразным. Но все это быстро заканчивается. И опять-таки оказывают поддержку люди. Либо корм привозят, либо перечисляют средства. Второй домик – изолятор для кошек. Красная зона. Здесь находятся кошечки с разной патологией. После лечения они присоединятся к здоровым своим четвероногим друзьям. Вот трехлапый Афоня. После ампутации он вернулся к жизни и научился ходить без четвертой лапки. Лапа полностью гнила. Отвезли в клинику. Простабилизировали животное и ампутировали переднюю лапку. Так как лапку спасти уже вариантов не было. Уже поздно котенка обнаружили и лапка полностью отсохла. Сейчас тоже нуждается в доме. Но несмотря на то, что он трехлапый, тоже себя чувствует активно, прыгает и по кроватям. То есть все у него хорошо, полностью здоров, привит. Вот тоже ищет дом. А вот самая печальная киса – вишенка. Взгляд очень жалобный. Но все позади. Вовремя попало в добрые руки. Животные, как люди. Такие же разные. И внешне, и по характеру. Вот причудливая кошка Бетти. А на этаж выше взобралась рыжая хюре. Тоже пока на карантине. Здесь, как в санатории, после всех процедур – релакс. Можно поваляться на кровати. Помещение кварцуется. Регулярно меняют и постельное белье. Но само название «приют» – это временное пристанище. И желание хозяина, чтобы здоровых кошек и собак забирали. Дай Джим на счастье лапу мне. Наверное, каждый из них хочет протянуть свою лапу своему хозяину. И, конечно, обрести свой теплый и уютный дом. Есть такие отзывчивые люди, как Анар, которые безумно любят животных. Но есть и недоброжелатели, которые обвиняют этого молодого человека в том, что все это он делает ради хайпа. Ну, сразу же начали обливать грязью, ложью. Что якобы это все делается ради хайпа, ради личного заработка. Но это все как бы неправильно, неправда. И наши подписчики видят нашу работу. Люди нам верят. И вот все как бы мы показываем. Выставляем финансовые отчеты. Показываем отчеты о проделанной работе. То есть участок и благоустройство участка обошлось нам, конечно же, не за малые деньги. Очень крупная сумма вышла. Но все же, конечно, в нашей социальной сети, в Инстаграме все, как бы все чеки, все есть. На официальной страничке в Инстаграм все прозрачно. Здесь все доходы и расходы. И, конечно, вся жизнь приюта здесь, на этих фотографиях, печальных и радостных. Радость, когда кошку или собаку спасли от смерти и забрали из приюта добрые люди. И одна из поправок в Конституцию касается именно защиты животных. И, может быть, после этого окружающие будут более ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Ведь не зря говорят, животные – они как люди. Все понимают, так же хотят жить. И у них тоже есть мечта. Одна на всех. Обрести хозяина. И наверняка есть люди, которые, может, именно сейчас ищут свое пушистое счастье. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Стас Полянский, Александр Горпенченко. Вести. Крачаево, Черкесия. Таким мы сделали это очень полезное утро. Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok